приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну сегодня встреча у камина во первых хочу поблагодарить вас за ваши комментарии предыдущему видео я их все прочитала на многие ответила но есть комментарии на которые я еще не успела ответить будет время обязательно отвечу друзья большое спасибо вам за поддержку я поняла что треск дров нравится практически всем единственное были пожелания чтобы этот треск дров не был таким громким я вас услышала сегодня немножко уменьшила звук треска дров и будем в этой уютной атмосфере сегодня разговаривать может быть я буду вам что-то показывать и так проведем этот унылый осенний денек я сейчас покажу вам что у нас творится за окошком у нас уже второй день льет дождь очень сыро очень противно снег весь сошел на улице лужи каша в общем такая вот погода которая располагает как раз сидеть у камина и слушать треск дров сегодня я отвечу еще на несколько комментариев которые вы задавали и вообще уже вы знаете так пошло что ролики их тема задается вами то есть вы спрашиваете подбрасываете мне тему для разговора и я отвечаю и на мой взгляд это очень классная идея вот эта елочка которая стоит в камине друзья я понимаю что там ей не место но все-таки новый год а в другое место я ее поставить не могу уже был опыт мои коты везде и и отовсюду сбрасывают потом конечно новый год пройдет я ее просто вытащу из камина и все вот вот эти вот украшения я уже повторюсь которая вот здесь вот висят на этих английских булавочках вот эти вот веночки они их почему-то не трогают но и слава богу на мой взгляд очень красиво все оформлено мне нравится теперь был вот буквально сегодня комментарий по поводу вот этих ковриков уже не один раз эти комментарии приходили я вам отвечу да красиво но как его мыть вопрос вот почему-то всем хочется помыть этот коврик друзья вот этим ковриком вот один и вот там второй уже скоро год но посмотрите разве они грязные ну вот просто посмотрите конечно никак его не помоешь потому что снизу ну так скажем картон или плотная бумага нет не картон плотная бумага которую я здесь нашла в сарай вот меня вполне как бы устраивает сухая чистка я просто пылесосом это все пылесосу и коврики чистые джут практически не выпачкивается вот я вам один показала вот второй помыть к сожалению никак но в принципе мне это и не надо за год использования согласитесь достаточно чистые коврики но вам там решать нужен такой коврик вам или нет ну а здесь у нас мамочка с дочечкой поместились спят пульку все ты проснулась до был еще такой комментарий лена куда вы будете девать весной котят ведь у вас я так поняла 4 кошки нет у нас три кошки и два кота и из этих пятерых хвостатых у нас трое стерилизованы то есть пусть я стерилизована моника и кузьма остались вот эти вот две подружки дочка с мамой и они тоже будут стерилизованы марусью я так и не стерилизовала но никак не могу пусть я до сих пор ее сосет понимаете до сих пор у маруськи есть молоко и она ее сосет смотрите пусть это уж такая большая ты сейчас упадешь ты сейчас упадешь давай укладывайся по-другому пусечка ой пусечка шпулечка у нас все кошки между собой похоже но это понятно это мама и дочка а пусть это же вот такого окраса вот очень похоже вчера друзья я разложила отраву эту которую купила в магазине перемешала ее семечками у меня были семечки жареные и разложила в погребе там на в лоточек в такой и на крышке перед входом в погреб вот это вот крышка на украине ее называли называют ляда лёша у меня спрашивает что ты ляда что такое ляда ну ляда это вот эта крышка которая поднимается которая открывает подпол или погреб вот так она у нас называлась вот на эту крышку я тоже положила эту отраву и сегодня это вчера было днем сегодня вечером пошло сегодня утром пошла смотреть ничего не тронута ни одна семечка нету мусора от семечек обычно же мыши ну когда едят это все в мусор остается шелуха какая-нибудь ничего вот все как было так и есть может быть маруся в ту ночь половила всех мышек и они почуяли вот этот кошачий запах и больше туда не идут в принципе мне так и галя наша продавец вот в этом магазине она мне так и сказала если кошка у вас побывала в погребе мышки не дураки они больше туда не пойдут но буду наблюдать буду смотреть на эту отраву до душа у меня переживает в этом не писали не дай бог это отравленная мышь пойдет в дом и если кузьма ее словит то будет беда но кузьма ловит мышек но их не кушает он душит их и все а вот про маруси я не знаю потому что когда я забирала ее из погреба я не нашла так скажем дохлых мышек и мышек тоже там не было на их всех половила и наверное съела потому что как только она пришла в дом после этой ночной охоты она пять минут не отходила от воды то есть она пила 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 хотя я в погреб спускала и водичку и там и еду спускала вот не знаю может быть она всех их поела потому что маруська это еще та охотница когда она еще не жила у нас в доме я у нее даже воробушка из зубов вытащила причем он живой улетел вот и она этим питалась и мышками питалась и воробьё вловила конечно кушала вот про маруси я боюсь если она словит не дай бог такая мышь пойдет отравленная в дом это будет конечно беда и я очень благодарна вам за ваш комментарий которые мне ну вы подсказали как избавиться то есть смешать в равных пропорциях муку цемент сахар и все это дело и положить ну разложить где-то в сарае поставить воду и крысы мыши уйдут вот это мне нравится а вот по поводу серной шашки которую зажигают в погребе я как-то побаиваюсь друзьям все-таки серая это ожоги слизистых нет это делать я точно не буду а вот за совет по поводу цемента муки и сахара я обязательно попробую вот такие у нас дела видите сколько не поместилась вместе с мамочкой пошла легла вот сюда спать теперь еще был комментарий расскажите о вашей люстре которая на кухне где покупали сколько стоит покупала в магазине дока видимо она давным-давно там висела сняли мне ее с витрины стоила она 1600 рублей ну люстра как люстра ничего не такого особенного нет но она перекликается вот с этой бра то есть там сеточка и вот здесь вот тоже своего рода сеточка как будто получился комплект и эту бра я покупала в магазине вайлберис по моему каждая стоила то ли 700 то ли 800 рублей тоже недорого ну а теперь давайте немножко о делах вязальных вчера же я же все же осталось без шапки шапочка ушла доченьки и я стала вязать шапку для себя я уже ее вязала распустила там в количестве петель в резиночке чтобы выйти на рану вы знаете историю эту пришлось мне перевязывать вот вижу я кстати я не люблю magic лук я вижу на двух парах круговых спиц для меня это очень очень удобно не заставляю вас так делать а то сейчас опять начнется что эта фигня что magic лук удобно мне неудобно вот и лески мягкие и все друзья давайте закроем эту тему вяжет так каждый как ему удобно я вот вижу на двух парах спиц причем они у меня разные по размеру левая спицы меньшего размера потому что я правша правая спица большего размера для удобства и также со второй парой то есть вижу я правой спицей большего размера по моему здесь три с половиной у меня резиночка вяжется на спице три с половиной здесь смесовка силки ву два сложения и одна пряжа опал носочная в общем вот я вывяжу вот вот это вот все то что распущено там уже вот уже видать моточек вот это вот пряжа опал вот она такого же цвета как силки вул и вот так вот получается должно быть тепленько хорошо тоже шапочку буду вязать аранами но не тем араном которые мы я вязала вот на лобную повязку которая ушла анечке как маленький такой снуд воротник теперь расскажу еще немного вот об этом процессе об этом покрывали вы мне там много советовали каналов я много чего смотрела спасибо вам громадная но скорее всего я буду делать по-своему я заказала косую бейку темно-синего цвета вот прям под джинсом бобинка 134 метра 134 метра косой бейки 385 рублей на вальборис это очень хорошая цена и все вот эти свои скорее всего я буду закрывать косой бейкой вот дождусь ее по моему 25 числа должна прийти конечно же потом вам покажу ну и наконец-то продолжу вот этот процесс петчворк здесь у меня образовалась новое место для рукоделия здесь вот пледик лежит небольшой я включаю здесь бра и смотрю на камин вечером слушаю его смотрю на огонь и вижу ноги вот здесь у меня на диванчике лежат на свисают я не сижу в общем такое очень удобное комфортное место для вязания то я вязала на кровати теперь появился камин он здесь к месту в общем я здесь вижу ну а теперь тоже поступил комментарий лена покажите как вы сшиваете вот эти коврики все руки из колола в общем вы знаете я прочитала ваш комментарий и мне прям жалко стало ваши пальчики я вам покажу и вы больше не будете колоть свои ручки и у вас все обязательно получится еще был комментарий лена почему вы вяжете вот этот жгут а потом его сшиваете а не проще ли вязать просто по кругу столбиками без накида и не нужно тогда вот этот процесс сшивания отпадает да хороший комментарий хороший вопрос я вам ответила но отвечу для других зрителей возможно не все читают комментарии расскажу почему я делаю так трикотажная пряжа очень тяжелая пряжа и если вязать столбиками без накида у меня очень устают руки и болят суставы кроме этого уходит очень много пряжи очень много и коврик получается просто неподъемным вот попробуйте и вы поймете и вообще само вязание ну на мой взгляд такое грубое вы видели эту сумку дернула камеру которую я распустила красную на нее ушло наверное два мотка пряжи два мотка пряжи то есть 800 грамм вот такая маленькая сумочка там в радиусе 20 сантиметров весело вы представьте сколько будет весить коврик из этой трикотажной пряжи и выглядеть он будет грубо некрасиво попробуйте если вам понравится конечно вяжите но мне лучше вот по мне лучше сшить вот этот гибкий шнур так я его называю и получается очень красиво вот это вот косичка причем эту косичку можно по-разному уложить я вам уже рассказывала об этом вот так что давайте сейчас я прям вам может быть даже здесь покажу как я сшиваю вот этот связанный гибкий шнур безо всяких уколов и очень просто и легко вот смотрите я уже отвязала какое-то количество шнура ну приблизительно вот так я например хочу сшить чтобы у меня вот здесь вот ну была вот эта красивая полоска вот эта косичка можно сшить так чтобы у вас вот так вот лежала у вас тогда двуцветная будет сразу идти полоска то есть вот так уложить видите тогда у вас вот эта боковая сторона будет на лице я и так и так сшивала но это не важно это я просто вам рассказываю как можно а сам процесс сшивания он очень-очень легкий сейчас в дену ниточку в иголку и все вам покажу итак давайте начнем так вот отсюда вот так я буду идти сейчас здесь где-нибудь присоединимся то есть сразу определитесь вот уложите шнур так как вы хотите и определитесь за какие стеночки вы будете цепляться я вот определила видите я даже не продеваю тело шнура я просто вот видите как бы под петельку цепляюсь иду под петлю вот здесь ничего не протыкается подтянули вот эти вот кончики можно обрезать но я их хочу немножко это при так скажем давайте на них не будем обращать внимание потому что это неудобно в камеру делать привязать можно вот я выбрала себе вот вот эту половинку дужку да и вот эту нет вот эту вот серую вот повторюсь вы уложите шнур и посмотрите как он ну как вам надо чтобы он лежал я же уже объясняла что можно по-разному уложить шнур и естественно тогда по-разному нужно цепляться за вот эти вот вот ныряем видите ничего здесь вообще не колется вот под петельку нырнули и здесь под петельку и протянули вот дальше смотали опять ищем вот она эта петелька вот она видите и здесь вот она ничего здесь абсолютно вообще не колется иголка как эта иголка можно вообще уколоть руку она тупая это иголка для сшивания вязаных изделий опять вот нырнули под вот эту петлю и под вот эту видите не под вот эту а под вот эту если прицепитесь под вот эту шнур вывернется будет ну не так ровно лежать то есть выбрали себе алгоритм алгоритм за какие петли я цепляюсь опять видите вот но здесь я в дело вот сюда и опять в эту же петлю чтобы не фолдила полотно чтобы она выпрямлялась мы же когда делаем прибавки в кругу мы же тоже в одну петельку делаем две петли вот и сшиваем мы также здесь вот цепляемся и за вот эту петельку под петлю не в полотно не в тело шнура а под петлю опять под эту и сюда же пока что чем больше будет диаметр круга тем вам меньше будет нужно но в одну и ту же петлю входить это естественно опять ищем вот она эта петля а здесь вот она вот видите и протащили и мне вы знаете даже этот процесс вот под такой треск дров прям вот умиротворяет я днем вижу спицами пока глаза не устали а вечером перехожу на вот эти коврики потому что но здесь просто ничего считать не надо все такое большое и уже тогда либо вижу навязываю жгут либо сшиваю коврик я повторюсь я немного навязываю вот так вот немножко провязала сшила провязала сшила мне так проще смена как говорится деятельности чтобы не сразу навязывать длинный жгут это да а по чуть-чуть провязать жгут чуть-чуть сшить у вас и порядок под руками нету вот этой колбасы длинной и коврик ваш растет вы видите и как бы в сознании появляется чувство что это красиво что это нужно продолжать делать вы сразу видите результат но это обычная психология вот вот так вот нырнула вот и вот не зовут эту петлю а вот за эту я говорю вы поймете когда разберетесь ну себе с установкой скажете за какие петли вы цепляетесь и постоянно сшиваете только за эти петли чтобы у вас все ровненько было они так что один раз вы ухватили за эту петлю а здесь ухватились зовут эту нет алгоритм один и тот же здесь ухватились и и здесь ухватились одну за одну и ту же петлю и так идем по всему коврику просто здесь будет меняться цвета вы же не забывайте что у вас эти петли могут менять цвет готовы будете эти войси петли серенькие и а дальше поменялся поменялась расцвет на серое понимаете рассмотрите не спешите никто вас никуда не гонит блин у наслаждение же правда во первых вязать этот жгут легче на проще намного проще чем столбиками без накида менять нитку проще сшили отрезали там вот сейчас у меня идет пряжа видите серая с темно-серой потом отрежу дальше пойдет там сиреневая допустим вот видите я ничего абсолютно не не колю никакие руки все очень даже просто нашли вот и в деле опять петельку вот нашли ее вот она и сюда все вот у нас получается уже видите какое красивое начало нашего будущего красивого коврика все мои хорошие на этой такой комфортной ноте в теплой уютной обстановке я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю жду и до скорых встреч с вами была елена сидникова пока пока